Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию интересные факты и обзор книг для детей о пандах. 16 марта отмечается Международный день панд. Праздник был учреждён в Китае в 2002 году для привлечения внимания к проблеме исчезновения этих животных. Одной из причин сокращения численности панд было то, что хозяйственная деятельность людей неуклонно сокращала территорию обитания этих животных. Панда является одним из самых миловидных, забавных и удивительных животных. Она имеет чёрно-белый окрас, мягкую шёрстку и красивые пятнышки вокруг глаз, напоминающие очки. Книга рекордов Гиннесса признала панд самыми обаятельными из всех диких животных. Большая панда живёт в горных районах Центрального Китая, лесах Тибета и провинции Сычуань. Это единственное место на планете, где панды обитают в естественной среде. Они живут в густых, непроходимых лесах бамбука на высоте от полутора до четырёх с половиной километров. Панда относится по классификации к семейству медвежьих. Если покажется, что панды не такие уж и большие, это заблуждение. На самом деле, размеры взрослых особей могут достигать таких же, как и у борого медведя. Вес под 150 килограммов, а средняя длина – полтора метра. Большая панда имеет и второе название – бамбуковый медведь. Это связано с тем, что животное питается бамбуком, затрачивая на это занятие не менее 12 часов. В дневной рацион взрослой панды входит до 30 килограммов бамбука. Питаться панда может в любой позе – сидя, стоя или даже лёжа. У панды передние лапы схожи с человеческой рукой, с большим пальцем и пятью обычными. Да и в процессе трапезы панды, усаживаясь в удобную позу, напоминает человека. В ветви бамбука она охватывает передними лапками и подносит ими пищу к пасти. Благодаря большому пальцу животное без труда управляется даже с тоненькими побегами бамбука. Без них этот прекрасный вегетарианец и дня прожить не может. В спячку панда не впадает. Всё дело в том, что рацион животного, состоящий из бамбука, не позволяет ему накопить достаточное количество жировых запасов на время зимы. Большая панда – официальный символ Китая. Их мордочки чеканят на золотых и серебряных инвестиционных монетах. А в знак особого уважения панд используют в качестве самых дорогих дипломатических подарков. 5 июня 2019 года в московском зоопарке торжественно открылся павильон с пандами. Его первыми посетителями стали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Передача «Больших панд» самца по имени Жуи и его подруги Дин-Дин произошла в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. 30 августа 2023 года у Жуи и Дин-Дин родилась дочка. Это был первый подобный случай в России. Общим голосованием москвичи назвали ее «Катюша». В Китае существует специальный заповедник панд, где специалисты занимаются изучением и разведением этого неповторимого животного. 4 февраля 2022 года в Пекине стартовали 24-е зимние Олимпийские игры. Символом этих соревнований стал панда по имени Бин-Дунь-Дунь. У двуцветного, очаровательного медведя есть отдаленный родственник – красная панда. Внешне она очень отличается, но не уступает большой по красоте. Несмотря на то, что оба эти вида называются пандой, относятся они к разным семействам. Если бамбуковая панда после длительных споров все-таки отнесена к семейству медвежьих, то красную панду относятся к семейству пандовых под отряду псообразных, отряду хищных. Красная панда также известна как кошачий медведь, малая панда или огненная лисица. Это животное, хоть и хищник, но питается растительной пищей. Почти весь ее рацион на 95% состоит из листьев бамбука, особенно панды предпочитают молодые побеги. О красной панде в Европе узнали только в XIX веке. В 1821 году английский генерал-майор, натуралист Томас Хардвик сделал удивительное открытие во время исследования английских колоний. Военный собрал достоверные данные о красной панде и даже предложил назвать ее Ха. Так называли панду китайцы. За основу была взята имитация звуков, издаваемые этим животным. Ха. Малые панды общаются друг с другом не только звуками, но и жестами, покачивают головой, хвостом, принимают разные позы. Длинный хвост помогает пандам удерживать равновесие на ветках деревьев. Малые панды любят спать, свесив с ветки лапы и высунув язык. Книги о пандах для детей. Вы хотите подружиться с Карло, озорной красной пандой? Она лучше всех рассказывает волшебные истории. Яркие, жизнерадостные книги немецкого писателя Удо Вайгельта посвящены дружбе девочки Луны и красной панды Карло. Переехав в новый дом, Луна грустила и очень боялась темноты и незнакомого места. Но однажды она обнаружила, что рядом с ней поселилась панда и с тех пор ее жизнь изменилась. Вместе Луна и Карло учатся преодолевать страх, прислушиваться к мнению взрослых, дружить и решать трудности. Карло поведает вам о веселых артистах бродячего цирка, побеге игрушек, далеком дворце панд и даже о космическом путешествии. А еще красная панда лучше всех придумывает игры и забавы. С Карло можно устроить убежище на дереве, полетать на ковре самолете и раскрыть тайну домика ведьмы. Девочку Луну и панду Карло ждут веселые приключения, встречи с новыми друзьями и победы над ночными страхами. Уда Вайгельт Луна и панда куда отправимся в полет? Озорник Карло Красная панда приглашает Луну в полет на ковре самолете. Путешествие оказывается невероятно веселым. Только вот как же не заблудиться и вернуться домой после сказочной прогулки. Уда Вайгельт Луна и панда с кем будем дружить? Красная панда Карло расстроен. Кажется Луне веселее с новыми знакомыми в детском саду, чем с ним. Девочка решает подбодрить панду и пригласить гостей. Вот так дела. Плюшевый медведь и плюшевая панда давние приятели. Какая тайна их связывает? Уда Вайгельт Луна и панда чей дом лучше? Девочка Луна и красная панда Карло решают устроить соревнование кто лучше обустроит комнату друга. Оказывается это непростое дело украсить чью-то комнату. Справятся ли друзья с такой задачей? Уда Вайгельт Луна и панда что скрывает домик ведьмы? Лучшие друзья решают разгадать тайну домика ведьмы. Вот только секрет оказывается не таким удивительным, как Луна и Карло ожидают. Но не стоит унывать, может быть наших героев ждет встреча с новыми друзьями? Холли Веб полуночный панда Джеймс нервничал и не потому что ему впервые в жизни предстояло ночевать не дома. В конце концов вокруг него будет весь его класс и целых три учительницы. Нет, Джеймс нервничал потому что боялся темноты и того что об этом его страхе узнают одноклассники. Тогда все ребята будут смеяться над ним называть малышом и уж точно не позовут играть в футбол. Родители не понимали из-за чего он так переживает. Но только старшая сестра дала хороший совет. Квентин Гребан панда бродяга Не все панды днями напролет жуют бамбук и сладко посапывают в тенечке. Например, герой этой сказки шутки большой и немного рассеянный добряк панда обожал путешествовать по белому свету в своем фургоне и распевать песни под гитару. В одном из таких путешествий начали происходить странные вещи. До мишкиных ушей то и дело доносилось кудах-тах-тах и ко-ко-ко. Откуда ни возьмись появилась белая перышка, а незнакомая коза проблеяла вслед путешественнику куриный вор? Что бы это все значило? Может, в фургоне поселился загадочный сосед? Именно это и предстоит выяснить большому панде и маленьким читателям книги. Иллюстрации книги выполнены одним из лучших детских художников Европы Квентином Гребаном Веселая игривая история оживает в мягких воздушных иллюстрациях автора Рассматривать обаятельного черно-белого мишку и его уютный фургончик, где прорисована каждая деталь комодик пышная одеялка столик с вазочкой и цветами одно удовольствие Люси Дэниелс Панда ищет маму В бамбоковых зарослях горного Китая обитают панды Этих симпатичных животных осталось не так уж много но ученые делают все чтобы помочь им выжить Как поступить если один из медвежат потерял свою маму Амелия Коп Панда на мотоцикле Смешные и позитивные приключения девочки которая умеет разговаривать с животными и ее озорного друга лемурчика Мипа Зоуи и лемур Мип ждут не дождутся когда в спасательный центр приедут журналисты и вся эта суматоха не просто так а из-за двух очаровательных панд которых дедушка Зоуи привез из Китая Вот только накануне важного события милые пандочки Мэй Мэй и Чичи поссорились и Мэй Мэй пропала Какие приключения ждут героев найдется ли Мэй Мэй и чем закончится эта история вы узнаете прочитав эту увлекательную книгу Очаровательные иллюстрации Софи Уильямс отлично дополняет рассказ Саския Хула Кто я такой Однажды маленький зверек по имени Огонек впервые в жизни отправился в путешествие по родному зоопарку и неожиданно обнаружил что никто вокруг не знает кто он такой Может быть огонек лисенок он ведь рыжий или котенок у него полосатый хвост А может он медвежонок кто же ответит малышу на самый важный вопрос Кто я такой Эту смешную и трогательную историю о необычном зверке маленькой красной панде сочинила известная австрийская детская писательница Саския Хула а иллюстрировала ее соотечественница Керстин Щене Ефим Шифрин Я Большая Панда Таинственные черно-белые звери очень долго прятались от людей Их нашли примерно 150 лет тому назад Поэтому секретов у Большой Панды великое множество Но Бамбуковый медведь готов с вами ими поделиться Из этой книжки вы узнаете как панды разговаривают сколько у них зубов где они живут и как попадают в зоопарки А еще Большая Панда расскажет вам о том сколько Бамбука нужно съедать в день для здоровья и какой у нее хвост Я краснею Сила Панды Мэй уверенная в себе 13-летняя девочка Она очень старается оставаться прилежной ученицей и хорошей дочерью Но подростковый период довольно сложный Мало того что тело меняется появляются новые интересы отношения так еще стоит ей начать волноваться она тут же превращается в огромную красную панду а подростки волнуются часто заклад